Вы слушаете радио Болткома. Здравствуйте. Добрый день. Ну и, наверное, действительно начнем с того прогноза развития, каким вы видите сценарий, исходя из сегодняшней обстановки. Да, на сегодняшний день из той обстановки, которая сегодня существует, причем сегодня была интересная информация о том, что британская разведка, по ее данным, российские войска полностью вышли из северной части Украины, перешли на территорию России и Белоруссии, но сообщается, что вроде как у России план, часть этих войск направить на юг. В то же время представитель Кремля Песков заявил о том, что в интервью телеканала «Сканиус», что скоро все закончится. Или путем переговоров с Украиной, или каким-то другим путем, но он пообещал, что скоро все закончится. То есть, вот на сегодняшний день, исходя из всей этой риторики, каким вы видите развитие ситуации, учитывая последние переговоры между Москвой и Киевом? Вы знаете, самое неблагодарное, наверное, в данной ситуации делать какие-то глубокомысленные выводы, потому что очень часто эти выводы оказываются затем под ударами реальных событий, они превращаются в пыль и не дают возможности себя изображать гуру, то есть какого-то знатока. На мой взгляд, все-таки есть несколько, я бы сказал, нечетких сигналов о том, что Россия переходит к как называемому плану «салями». Что под этим подразумевается? Вот только в более таком расширенном взгляде на все эти события, а не конкретно передвижение войск, а вот именно в более широком плане. По-моему, Россия приняла все-таки для себя решение. Сейчас перейти к достаточно агрессивно миролюбивым предложениям по окончанию этой войны. Это говорит очень тональность изменившейся господина Лаврова, вчера, который он давал пресс-конференцию, ну, затем вами упомянутый пресс-секретарь, который все-таки выразил какое-то, наверное, мнение не только собственного пресс-секретаря, а действительно того главнокомандующего, который стоит у него за спиной. И думаю, что сейчас следующая ситуация будет такой. Донбасс, вот в тех границах, которые были, так называемые республики ДНР, ДНР и ЛНР, они отрезаны, они уже как бы принадлежат, признаны, ну и все прочее. Теперь идет речь о том, чтобы расширить до административных границ, а затем остановиться на год, полтора, затянуть этот конфликт тяжело в переговорный какой-то процесс, но одновременно убеждать в том, что именно Украина не идет навстречу, не идет на переговоры, что она сопротивляется, их нацистская, там, ДНР, все прочее, то есть вся та и еще на пару лет. С какой целью? На мой взгляд, я чисто субъективно. С целью, что, во-первых, устанет общественное мнение и в мире вокруг Украины так концентрировать свое внимание, появится очень много так называемых Кремов-Ферштерр, то есть те, которые понимают Кремль, которым надоест, в конце концов, санкции в какой-то области, потому что санкции – это обоюдно острые все-таки, будем честны, инструмент. И затем года два-три это как бы приляжется, уляжется, народ устанет, и вы сами знаете, что устают уже и украинские, и российские бойцы, и общественное мнение, в общем-то, начинает привыкать. И потом они надеются, что мы, во-первых, отведем войска, перевооружим их, вернутся наши доходы, которые будут от нефти и газа, то есть будут сняты какие-то части каких-то финансовых ограничений, и года через два мы начнем все-таки отрезать и следующий ломоть от Украины. Это мой взгляд на такую позицию, которая, по-моему, сейчас образует. Но в риторике будет усиливаться именно приглашение за стол переговоров, за мир, за то, чтобы заключить какие-то мирные договоры. Будут цепляться к тому, что вот именно нацистское, как говорится, неонацистское правительство, там, в Украине, Зеленского, то есть вся пропагандистская работа, она будет продолжаться, но именно в этом русле. Я думаю, что не зря вчера Лукашенко, господин Лукашенко, вдруг он объявил о том, что он тоже хочет быть участником этих переговоров, и за спиной у меня ничего не получится. У вас, господа, я тоже хочу сидеть за этим столом. Вы не приняли моего предложения сидеть в Минске, то есть я бы кофе вам приносил, как он когда-то обещал, но в Стамбул меня вы не пригласили, но без меня вы не будете разговаривать. То есть это в какой-то мере такой сигнал на затяжку, на замыливание, есть, наверное, в русском языке такое, замыливание всей этой ситуации в бесконечных переговорах, претензиях, оболитных... Хоть леющий конфликт, да? Да, конфликт как бы он одновременно, поймите, может быть, я не прав, я субъективно высказываю. Понимаете, и в самой пропаганде надоедает. Некоторым говорят, сколько уже можно об этой Украине говорить, извините меня. Я не за то, чтобы забыть Украину, это страшное событие, и агрессия против Украины никакому, как говорится, позитивному подходу нет принципиально. Вот так я могу ответить только на этот первичный вопрос. Ну можно говорить о том, что вот основная, скажем так, вот эта вот такая ужасная вот эта вот фаза боевых действий прекратилась? Ну, что Россия... Вот это затишье, вот это затишье, оно... Что не будет этих бомбежек страшных, этих ужасов войны... Не продолжится? Вы знаете, к сожалению, я не верю ни одному слову российской пропаганды. Извините, это такая моя позиция. Думаю, что здесь происходит перегруппировка войск, и чтобы уменьшить именно гробы, то есть в какой-то момент, на процент, на два, на четыре, на десять, хотя там есть очень большие проблемы с этим. И поэтому усилить бомбардировки, усилить удары по гражданским объектам, потому что все войны 21 века после 20-го не войска теряют так много, а именно гражданское население является основным политическим, как говорится, ресурсом. И этот ресурс они попытаются добить до того, чтобы города были, инфраструктура украинская разрушена, чтобы создать наиболее сильные условия негативного характера для дальнейшего существования организации простой гражданской жизни для украинского, то есть на той территории, которая будет. И поэтому это создаст основы и для дальнейших упреков в фашизме, в неонацизме, то есть в любых таких публичных и медиа упреках по отношению к России. Поэтому я не думаю, меняется стратегия, потому что погибло, и как уже признал, как вы знаете, и Песков, я, к сожалению, должен прочтировать Бисмарка. Бисмарк когда-то говорил, что никогда так не врут, как на охоте, на войне и перед выборами, и перед выборами в любое. Поэтому я не думаю, что там погибло сейчас, как говорит украинская сторона, 19 или 20 тысяч российских солдат. Но давайте даже представим, что 10% только от этого погибло. Это же огромное количество, это огромная трагедия для жителей России, которые теряют фактически молодых людей и будущего. Это удар по будущему России и Украины тоже. И это, в принципе, можно сказать, элитные, по большому счету, части, которые теряет Россия. Да, вы знаете, вот тут с элитными частями у меня есть, как говорится, чисто наблюдательное. Так как я все-таки служил три года в советской армии, то кое-что я помню. Понимаете, сначала все-таки бросили туда именно необстрелянное. Потому что шли, тактика была так, первая колонна идет на Харьков, вторая колонна идет на Бучу или куда-то, и там их встречают цветами. Но когда они столкнулись, и, по-моему, самое страшное было столкновение не в набою, а именно я помню вот эту встречу первого танка в какой-то деревне. Когда этот танк российский с солдатиками остановила женщина и говорит, мальчишки, куда вы едете? Здесь же каждая вторая баба ведьма. Вас же так заколдуют, что вы отсюда не выберетесь. Понимаете, сама атмосфера восприятия. То есть это народ не хочет. Вот он не хочет этот именно глубинный народ. Неважно политики, ясна их позиция, и войско, и они готовились, и украинские войска действительно показали, что они совершенно изменились там с 14-го года и могут оказать такое сопротивление мощной армии. Но затем поняли, что мальчишки не могут ничего сделать. И вот тогда зашли вагнеровцы, и я посмотрел список тех солдат, которые участвовали в этих преступлениях в Бучах. Там 38-39 лет парням. Там 2-3 человечка было 20-летних. А туда вошли зубры, которые были, и у всех у них участие в Сирии. Понимаете? Туда уже ввели части, которым можно было отдать вот этот приказ. И на убийства, и на террор, и на разграбления, и на все то, что просто в ужасе держит весь цивилизованный мир. И фактически Россия теряет РНМ по всем позициям. Сегодня, я думаю, что более, извините, конечно, может я не прав, но более большого русофоба, чем главнокомандующий российской армии, трудно найти. Он уничтожает будущее России. И он идет, к сожалению, по стопам своих предшественников в Германии. Я не хочу больше вдаваться в этот вопрос, слушаю ваши вопросы. Вот мне кажется, что одна из главных, ну, таких кам камней преткновения, вы упомянули, что российская сторона, очевидно, хочет расширить свое влияние до административных границ. А мы знаем, что треть примерно только вот этих административных районов контролирует Донецкая и Луганская республики. А в то же время Зеленский выступает, ну, постоянно подчеркивает, что мы не отдадим ни одной пяди земли. И это принципиальное, ну, и я понимаю, что для Зеленского согласиться с утратой каких-то территорий, это равносильно политическому самоубийству, потому что он потеряет сразу же поддержку в своей стране. То есть, вот как вы, вот мы видим, что вот эти... Вы абсолютно правы. Он дается срок, вот довольно длительный срок на этот переговорный, да? Вы абсолютно правы. И я хочу вернуться к интервью Лаврова. Он, в принципе, дал ответ фактически на вот наши эти вопросы, и у меня тоже эти вопросы. Он вдруг говорит, что на вторых переговорах вдруг изменилась украинская позиция, что сначала они были за нейтральный статус, и Донбасс, и Крым оставляем на 15 лет на какие-то дальнейшие переговоры, а вот второй вариант уже был выложен, в котором не упоминаются ни Крым, ни Донбасс, ничего. То есть, все решится на поле боя. А поле боя, я думаю, достаточно жесткое, потому что, и на мой взгляд, если сейчас это все так, как это преподносится, что это будет фронтовая операция, это больше не будут какие-то группы, там, батальонная группа, а это фронтовая операция по типу Второй мировой войны. Мне, как историку, просто тяжело просто слушать, потому что я знаю хорошо, как шла немецко-русская война на этих же территориях, вокруг Харькова, Краматорска, Изюм, которые там являются сейчас как бы на слуху у всех. Это те территории, на которых погибло огромное количество советских солдат в борьбе за свободу, фактически, Советского Союза и русского народа. И поэтому очень тяжело слышать эти все... Повторения этих всех. Повторения, да. Этой крови, которая льется на тех же полях. То есть, я так понимаю, что, как заявил сегодня Песков, ситуация развивается или она завершится на поле боя, или путем переговоров. Если не переговорами, то войной. Одной из двух. Да, вы правы. Но давайте помнить, кто такой Песков. Представитель Кремля. Да, совершенно верно. Он теперь и пытается, ребята, давайте мы не на поле боя, а давайте мы вот здесь договоримся мирным путем. Представьте себе, что ему выгодно сегодня остановить вот на том этапе, который есть, переформировать все войсковые соединения, их укрепить, а через три дня сказать, слушай, ты опять не признал Крым, ни Донбасс, ничего, и ты ведешь переговоры нечестно. Так что мы возобновляем. Подвезут снаряды, укрепят воинскую дисциплину, которая расшатарилась. Моральную, как говорится, которой, я думаю, нанесен сейчас ущерб очень сильно, реноме советской или русской армии. Поэтому думаю, что здесь есть какой-то у Пескова и второй план его предложение. То есть нижний такой интерес. Страдает гражданское население, прежде всего, и это самая большая боль, потому что невинные люди, в общем-то, в этой вот всей ужасной ситуации оказываются жертвами. Но, может быть, каким-то образом все-таки повлияют санкции на Россию, или все введенное против государства не влияет? Как-то остановит, я имею в виду. Да. Вы знаете, с санкциями – это очень достаточно сложная и достаточно противоречивая вещь. Во-первых, буду честен, я не специалист по финансам, а это очень важно. Сегодня, например, никто почти не может, а как российская пропаганда-то преподносит, рубль укрепился. Вдруг рубль стал там под, как говорится, крепкой, в то же самое, это говорит, это блеф, это потемкинская, или потемкинская деревня финансовых отношений, она рухнет потом. Второе. Я думаю, что все-таки, представьте себе, идет весна. Надо засеивать. А материал, то есть посева, он фактически всегда импортировался. И в Россию, и на Украину, и в Украину. И поэтому вторая позиция – а что делать с украинскими полями? Это самый большой склад продовольствия, фактически, и для мира тоже, и для России. Она же могла продавать только потому, и получать, потому что у нее всегда была возможность всегда опираться в торговых операциях. Поэтому здесь с санкциями нужно быть очень осторожным. И вы видите, что, знаете, в пропаганде очень часто, мне кажется, выигрывает российская сторона, потому что я думаю, что в Европе все-таки нету умных пропагандистов, которые более жестко и более откровенно бы. Но что это значит? Запретили ввести красную и черную икру. для простого человека, который слышит в глубинке, скажем, в Хабаровске или где-то эту информацию, когда бабушка даже не представляет, что это такая за зверь, или запрет ввести, торговать бриллиантами, и там роскоши, и закрыть там эти супермагазины брендовые, которые в Москве закрываются, они не дают пропагандистского эффекта. Они дают, может быть, какой-то эффект чисто экономический для некоторых слоев элитных, но они не дают для вот этого создания против антипутинского, антирежимного настроения, а именно как бы, ну, как бы становятся на вот этих позициях, а, что они там болтают? Нам про хлеб надо думать, нам тут капуста нет, или соли надо засолить, как огурцы, на какой соли солить будем? Понимаете, это простая жизнь, часто она не связана с великими пропагандистскими задачами. Ну, вот, все-таки санкции, опять же, они имеют обратный эффект, то есть уже говорят о том, что Европа на себе это все почувствовала, и сейчас уже более аккуратно, наверное, относится к введению санкций. Может быть, может быть, как вы думаете, есть ли какой-то обратный ход, может быть, что-то ослабить, потому что ведь это же сказывается на всех жителях, или надо стоять здесь четко, вот уже, ну, так жестко и непримиримым быть? Да, я понимаю. Думаю, что здесь все-таки Европе и всем нам надо платить за свое будущее. Если все-таки Украина не выстоит, и если Украина покажет собственную слабость, у нас может случиться то же самое и в Европе. Поэтому нужно все-таки готовиться, как бы это ни грубо звучало, но к зажатию своих поясов нужно готовиться всей Европе, не только Латвии, мы на границе вообще плохо, но и всей центральной Европе, и Германии, и Нидерландам, и всем остальным. Цена свободы. Цена свободы. Ясно. У нас время подходит к завершению. Спасибо большое. Карлис Даукш, политолог-международник, сегодня отвечал на наши вопросы. Спасибо вам огромное. Хорошего дня. Спасибо большое. Радио Болткома.